Пасха Светлое Христово Воскресение 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 за все то добро, что они совершили. В этот знаменательный день чествовали победители районных, краевых и всероссийских конкурсов и фестивалей, воспитанников детских школ искусств и централизованных клубных систем, а также спортивных и общеобразовательных школ, руководителей сферы образования, культуры и спорта, внесших значительный вклад в развитие нашего муниципалитета. Праздничное настроение дарили гостям фестиваля лучшие творческие коллективы Северского района. Третий районный фестиваль «Твори добро-2019» показал всем присутствующим, какой гармоничной может быть жизнь человека, если творить добро и дарить его людям. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Сенеговский встретился с депутатами Совета в поселении и депутатами Совета муниципального образования Северский район. Главная тема – законопроект об упрощении декларирования для сельских депутатов. Он предполагает предоставление декларации о доходах и расходах лишь в том случае, если за отчетный период совершали сделки на сумму, превышающую общий доход семьи за последние три года. Это недвижимое земельный участок – транспортное средство. Если же подобных сделок не было, то об этом сообщает высшему должностному лицу региона, а документация не поддается. Как отметил депутат Госдумы, такое упрощение процедуры декларирования может помочь в формировании эффективного депутатского корпуса в сельских поселениях. Готов к труду и обороне. На Северском стадионе «Олимп» прошел спортивный праздник, посвященный сдаче нормативов ГТО. В мероприятии приняли участие работники Афибского НПЗ с детьми. Хочу поблагодарить администрацию завода, генерального директора, который традиционно все вместе проводят это мероприятие, очень значимое для всего коллектива. Конечно, это сохранение здоровья, но, безусловно, что еще важнее, это сохранение благополучного климата, большой семьи, трудящейся Афибского нефтеперерабатывающего завода. Поэтому успехов вам, здоровья, счастья, и пусть сегодня победят сильнейшие. Как и положено, спортивное мероприятие началось с разминки. Взрослые дети сделали зарядку под руководством опытного тренера. Это первый этап соревнований. Участники состязались в таких дисциплинах, как бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания силовых дисциплинах. Завершающий этап соревнований ГТО пройдет 18 мая. 30 апреля в 20.00 в Станице Северской пройдет торжественное открытие сезона фонтанов «Переливы весны». Фонтан возле района администрации вновь заиграет яркими красками и знакомыми с детством мелодиями. Кроме того, гостей ожидает яркое представление с участием солистов и творческих коллективов Станицы Северской. Приглашаем всех желающих. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Пингвины открывают летний сезон в московском зоопарке. Стая морских птиц переселяется из зимнего вольера в летний. Мероприятие с любовью назвали «парадом пингвинов». Путь занимает всего 100 метров, но главная трудность – не испугаться публики. Малыши впервые видят посетителей не за стеклом, а на расстоянии вытянутой руки. «На самом деле переход пингвинов происходит каждый год, но действительно это в первый раз решили показать широкой публике. Наши посетители вели себя сегодня замечательно, не пугали пингвинов, стояли тихо, как мы их и попросили». Малышам всего два года. Они родились во франкфуртском зоопарке. Это теплолюбивые очковые пингвины – единственный вид, живущий у берегов Южной Африки. Зимой они обитают в закрытом, отапливаемом вольере. На лето переселяются в открытый, меняясь местами со своими холодолюбивыми перуанскими собратьями, для которых кондиционер, наоборот, создаёт комфортную прохладу. «Папуанские живут возле берегов самой Антарктиды. То есть, если с Россией сравнивать, примерно как летом в тундру уехать. А африканские – это, ну, если с нашим полушарием сравнивать, примерно как раз широта Москвы». В летний вольер переселились и розовые фламинго – одни из самых эффектных жителей московского зоопарка. Редактор субтитров А.Семкин